МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Кража века или воровского блага. Молодая женщина в попытках вернуть мужа с помощью гадалки обокрала собственную бабушку. Обычный отдых у реки для матери и двух ее сыновей мог бы обернуться трагедией, если бы не полицейские, которые проходили рядом. Берегите друг друга. Акция, направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий, прошла на одной из заживленных улиц Каспийска. Полицейские Комптор Калинского района задержали женщину, укравшую крупную сумму денег. С заявлением о краже в полицию обратился житель села Алмало. По его словам, кто-то проник в жилище его матери, забрал деньги и поджег дом. Результаты расследования удивили полицейских и расстроили потерпевшего. Ведь преступницей оказалась племянница самого заявителя. Подробности этого дела у Хадижи Курбановой. Эта история потрясла всех жителей села. Именно в этом доме 87-летняя женщина хранила 2,5 миллиона рублей. Об этом знали только родные. Но никто и подумать не мог, что сумма окажется большим соблазном для родной внучки. Украв деньги, женщина подожгла дом, как признается позже, для заметания следов. К счастью, недалеко оказался сын пожилой женщины. На пожар он прибежал мгновенно. Как выяснилось, деньги злоумышленницы были нужны для оплаты услуг гадалки. Дело в том, что женщина с четырьмя малолетними детьми осталась одна. Муж шел от нее, и чтобы его вернуть, она обратилась к предсказательнице. Последняя, применив свои колдовские способности, убедила наивную женщину, что сможет вернуть блудного мужа. Только для этого ей нужны деньги. Много денег. Я не один раз она мне сказала. Я пару раз туда захотела. Там 2,5 миллиона было у него. По чуть-чуть брали деньги, да? Да, по чуть-чуть брали, брала я. Последний день что произошло? Она сказала, если не поджигаешь этот дом, тебя найдут, избьют, говорит. На последнем приеме гадалка отдала ей заговоренные спички, нож для отжатия окна и поручила купить бензин. Так она отправила женщину на заключительную кражу в этом преступном плане. За что вас доставили в отдел полиции? За ко мне девчонка деньги пронесла, потому что покрыла ее. Какие деньги? Откуда эти деньги? Она у дяди, что ли, забрала, украла. Вы обещали что-нибудь, гадали? Я не обещала. Она когда гадатка приходила ко мне, до этого, пока еще она эту девочку не родила, она уже с мужем помирилась и потерялась. Потом она заново через нее мой номер телефона нашла и пришла ко мне. Полицейские в короткие сроки раскрыли преступление. В настоящее время обе злоумышленницы задержаны, и в отношении них возбуждено уголовное дело. Хадижа Курбанова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Кумтор, Калинский, район. Детские пособия в России увеличатся в три раза. Об этом сообщают известия. Общая сумма средств, выделяемых на эти выплаты, вырастет в следующем году от 50 до 150 миллиардов рублей. Увеличение финансирования связано в первую очередь с расширением списка получателей пособий. Как ранее сообщалось, с января 2020 года выплаты будут получать также родители детей до трех лет, чей суммарный доход на одного человека не превышает два мрота. Кроме того, размер самих пособий также будет увеличен в среднем до 12 тысяч рублей. В Кизлярском районе запустят современный комплекс для выращивания осетровых пород рыб. Там накануне побывал премьер-министр республики Артем Сдунов. Проект реализуется как за счет собственных средств инвестора, так и корпорации развития Северного Кавказа. В его рамках задействовано осетроводческое хозяйство в Астраханской области. В качестве одной из производственных линий здесь выращиваются мальки для последующего перевода в комплекс. Помимо этого, хозяйство закупает мальков и у широкольского рыбокомбината. Такая схема позволит повысить экономическую эффективность проекта. Артем Сдунов, убедившись в применении здесь самых современных технологий, выразил уверенность, что производство нужно расшириться за счет создания линии по переработке рыбы. Для строительства цеха, который будет этим заниматься, свободные площадки у завода уже имеются. Также премьер с рабочим визитом побывал и в Ногайском районе. Он посетил цех по производству мясных консервов в поселке Тереклимектеп. Несмотря на небольшие финансовые средства, полученные по гранту, инициатор проекта построил цех, помещение под склад и закупил современное оборудование. За 8 часов рабочей смены предприятие вырабатывает 20 тысяч банок готовой продукции. Пять видов мясных консервов выпускают на заводе по стандарту ГОСТ и Халяль. В их числе тушеная говядина, конина, баранина и мясо цыпленка. Сдунов оценил старательность и достижения местных производителей и поручил Минсельхозу оказать предприятию всяческое содействие. «Мама, я тону!» Услышав эти отчаянные крики, герои нашего следующего сюжета поспешили на помощь. В беде оказались сразу три человека. Обычный отдых у реки для мамы и двух ее сыновей мог бы обернуться трагедией, если бы не сотрудники полиции, которые по счастливой случайности в свой выходной день прогуливались рядом. Об истории спасения расскажет Карина Баталова. Это с виду неглубокая горная речка села Мачлис в тот жаркий день привлекла внимание братьев-близнецов. Камал и Джамал пошли купаться. Рядом находились мама и тетя. Они не догадывались, что в этом участке глубина реки достигает почти три метра. Плюс сильное течение. Непоседливые мальчишки оказались заложниками водной стихии. Я думала, этот Камал плавает. И говорит, но один раз зашел в воду и вышел. И крик закричал. Мама, я тону. И вслед за ним пошел, побежал этот Джамал. И вслед за ними побежала сестра. И сестра тоже упала. На крики вмиг отреагировали Магомед и Микаил. В тот день сотрудники полиции по счастливой случайности в свой выходной отдыхали рядом. Увидев, как мать с детьми безуспешно пытаются вылезти из реки, мужчины поспешили на помощь. Соответственно, прыгнули в воду и начали вытаскивать, помогать. Даже один из близнецов уже успел под воду идти. То, что Микаил уже попал в руку, то, что его вытащил. И вот так вот успел вытащить. Можно сказать, чудом спасти. Думать времени не было, сразу запрыгнул. И начал вытаскивать их. Надо было спасти детей. А искусственное дыхание за обучение пришел? Да, да. Я тут в сторону виду шел, и потом сделал искусственное дыхание, и себя пришел. Мать близнецов Саният была без сознания. Но ее и мальчишек удалось привести в чувство. Сейчас они здоровы. В больницу ехать не пришлось. События того дня Саният вспоминает с трудом. От паники и шока она забыла обо всем. Огромное спасибо им. Тогда я в отчаянии, это было в шоке, что не могла даже поблагодарить их. Я хочу сказать им большое спасибо огромное, что они оказались рядом и спасли моих племянников. Дай Бог им здоровья и дальнейших успехов в работе. Река улучай все так же мирно течет рядом. Но мальчишки знают, что это только с виду. В следующий раз будут повнимательнее. А пока у ребят в планах написать сочинение о поступке смелых полицейских. Карина Баталова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Кайтакский район. Но внимательность нужна не только на воде, но и на дорогах, где случается немало трагедий как в повине водителей, так и пешеходов. Сейчас, когда начался учебный год, эта тема особенно актуальна. В Каспийске прошла акция «Берегите друг друга». Подробнее в материале Камиля Девятого. Место проведения акции «Каспийск» – улица Ленина. Одна из главных и самых оживленных улиц города. Учащиеся школы юных инспекторов движения совместно с сотрудниками ДПС раздают памятки о правилах дорожного движения. Вот этот браслет мы тебе оденем, чтобы ночью ты был заметен на дороге. Хорошо? Вот так вот. А это мы тебе значок еще оденем. Данная акция – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Поэтому, чтобы предупредить водителей, родителей, самих пешеходов, детей, мы проводим с юными инспекторами дорожного движения, нашими верными помощниками, вот такие мероприятия. Все понимают, что проблема существует, и они такой большой комплексный подход сегодня используют для того, чтобы как-то повлиять на эту проблему, донести до людей, что нужно соблюдать сегодня правила дорожного движения, чтобы родители до детей доносили о важности соблюдения правил дорожного движения. Была проведена и профилактическая работа с владельцами транспортных средств. Дорожные полицейские и дети напомнили о самом главном на дороге – соблюдении правил. Водители утверждали, что они нормально соблюдают правила дорожного движения, но мы им напоминали, им это очень понравилось. Мне кажется, они прислушиваются к нашим словам. Берегите друг друга. Название акции говорит само за себя. Взрослым необходимо помнить, что они в ответе за детские жизни. А детям учиться правильно переходить дорогу в строго положенных для этого местах. Во-первых, соблюдение правил дорожного движения – это обязанность каждого человека, потому что посланник Аллаха сказал – не причиняйте вреда ни себе, ни другим. И, конечно же, в это понятие входит и соблюдение правил дорожного движения, так как это касается всеобщей безопасности, личной безопасности каждого человека. Стоит отметить, что данная акция проводится в республике уже второй год подряд. Она, по словам организаторов, будет проходить и дальше. Ведь напоминание о том, что надо беречь друг друга, никогда не бывает лишним. Это надо знать без исключения всем участникам дорожного движения. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. И о спорте. Сегодня в Екатеринбурге стартовал чемпионат мира по боксу. В первый день на ринг выходили представители двух весовых категорий – до 69 и 75 килограмм. Внимание дагестанских болельщиков на этом турнире будет приковано к единственному представителю республики Муслиму Гаджи Магомедову. Победитель Евроигр будет защищать цвета российского триколора в весе до 91 килограмма. Воспитанник заслуженного тренера страны Рашидбека Ахмедова свой первый бой проведет 15 сентября. Его соперник определится по итогу поединка между спортсменами из Польши и Турции. В случае успеха в полуфинале Гаджи Магомедов может встретиться с действующим чемпионом мира из Кубы Арисланде Савоном. Анжи одержал первую победу в сезоне. Махачкалинский клуб, который в этом году выступает во втором дивизионе ПФЛ, накануне у себя дома разгромил краснодарский урожай. Хозяева поля забили по три мяча в каждом из таймов. Начало победе положил точный удар Магомеда Магомедова, который в итоге оформил в этом матче хит-трик. Дубль на счету Муслима Шахбабаева, а еще один мяч забил форвард Гамид Агаларов. Лишь в добавленное время гостям удалось забить гол престижа. Теперь на счету Анжи 8 очков и 13 место в турнирной таблице. Пять раз в нынешнем сезоне махачкалинцы сыграли в ничью и дважды уступили. Два других дагестанских клуба «Легион» и «Махачкала» в прошедшем туре свои матчи проиграли. Два серебра и три бронзы. С таким результатом дагестанские дюдоисты завершили свое выступление на чемпионате России. Турнир с рекордным количеством участников, а их было 555 человек, в течение четырех дней проходил в Назране. В финал в своих весовых категориях смогли пробиться лишь двое воспитанников республиканских спортшкол. Наджибулла Давудов и Хайбула Магомедов в решающих встречах уступили. Кроме этого, бронзовую медаль в нашу копилку принес Магомед Карим Пидуриев. Третьи места Рамазана Абдулаева и Мурада Чопанова пошли в зачет Иркутской области. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова